здравствуйте мои хорошие добро пожаловать на канал 2 юлия петрова сегодня у нас немножко другой формат я решила ответить на один очень частый вопрос может быть это будет короткое видео я даже не знаю как оно получится у нас с вами потому что я как бы не часто делаю такой формат можно сказать практически это одно из первых таких видео до после того как нет доступа уже в инстаграме у вас посмотреть такие видео я хочу вам ответить на вопрос частые и в том числе сегодня мне женщина написала комментарий о том что ну как бы что делать расклад очень грустный ну мужчину любит женщина да то есть она говорит о том что стоит ли как бы как его спасти там от магии как его спасти от негативных воздействий я вам скажу сразу что вы ничего не сможете к сожалению сделать если вы не жена если вы не имеете так сказать никакого ну как бы право да за вами не стоит любовь это прекрасно девочки но я хочу вам сказать что магичить до за магию женщине всегда достанется но и так же самое если вы не допустим я не знаю если у вас нету какого-то ой на скопы гонятся за кем-то погоня я хочу вам сказать что очень сильно важную вещь составляет понимание того что если вы даже помогаете человеку без его просьбы до магическая помощь это чистки это установка каких-то защит для мужчины я очень 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 пытаюсь попросить вас чтобы вы осторожны были с этим потому что очень важный момент того что вы можете навредить себе потому что вы можете набраться негатива вы можете абсолютно повредить своей личной жизни точно также поэтому будьте с этим крайне крайне осторожны никак невозможно да вот не зря один коп проехал одна пожарная проехала в другую сторону все все не просто так в этой жизни я вам хочу сказать что действительно очень много всяких знаков да от судьбы в том числе и от много много чего да я вот например сегодня вела чистку да это моя последняя чистка в году для клиентки и я хочу вам сказать что ну просто видно когда уже чернуха прет знаете свечи чернеют когда дым коптит когда много чего много чего нехорошего выливается когда кто-то стучится в дверь когда ты делаешь чистку в моменте да ну то есть ты никого по сути не ждешь я хочу вам сказать что самый самый важный момент это не включаться без желания без просьбы человека не включаться не пытаться ему помочь потому что это не только как бы вы вы берете огромную ответственность на себя и не факт что вы эту ответственность сможете понести потому что у всего у этого есть побочные эффекты я понимаю что сейчас это знаете как за я не знаю килограмм конфет купить супермаркете пойти намагичить очень многие очень многие люди сейчас занимаются этим к сожалению и в крайнем случае вы можете себя да как бы конечно защитить поставить себе защиту почиститься но очистить кого-то против воли да даже родственников надо очень осторожно я вам хочу сказать так кошачья шерсть в жизни католюба это приправа понимаете я хочу вот вам какую вещь сказать еще важно что вы по сути по своей должны понимать что любое воздействие это очень серьезно и магия любые чистки я смотрю что девочки чистки делают ну тарологи какие-то я вижу что делают какие-то чистки маги делаю чистки в общем доступе если вы не платите если вы не откупаетесь человеку да кто не знаком с этим миром я с этим миром знакома очень хорошо кто не откупается девочки будут большие неприятности хотите вы этого или вы этого не хотите конечно да но везде должен быть отку почему у меня платные все семинары где дают какую-то информацию чтобы вы получили эту информацию вы у меня ее выкупаете понимаете это очень важно потому что и человек при там должен с легкостью да то есть это должна быть та сумма с которой человек с легкостью вам поможет да с желанием помочь человека тоже должна мотивация быть потому что есть девочки которые говорят я сама себя там чищу там на свечах я сама себя там чищу на вот этом на воске я там чищу что-то там огнем мы еще что-то если вы не обладаете специальными знаниями если вы не знаете как этим пользоваться девочки я вас очень сильно предостерегаю да конечно вы можете делать все что вы хотите ответственность на вас да но я вас хочу просто предостеречь потому что это чревато последствия это чревато последствиями это может напредить это первое второе спасать никого не надо вторая часть главное спасать никого не надо вы ни м че из ненца вы не пришли в этот мир для того чтобы спасать каких-то там людей до делать какие-то вещи для того чтобы тому то что то там помочь да вы помните о том помните о том что любая помощь да и и у вас должны попросить, даже если вот мне да, как-то пишут, там, жалуются кто-то в комментариях, и девочки мне пишут, Юля, мне кажется, что этот человек просит о помощи, нет, это вам только кажется, если человек, извините, я в очках, потому что солнце, то солнце, то нет солнца, я хочу вам сказать, что человек должен просить о помощи, он должен сказать, я хочу эту помощь, мне это надо, иначе вы не можете помочь человеку, кроме того, мне пишут о том, что нужна чистка, но находится человек в России, девочки, из России нету оплаты, понимаете, я не могу вам ничем помочь, потому что это очень важный момент, чтобы вы откупились, потому что иначе из отелей берет с вас что-то все равно, то есть вот эти бесплатные чистки, бесплатные обряды, привязки, отвязки, завязки, что хотите, это все очень-очень должно хорошо быть в откупе, потому что всегда должен быть обмен, поверьте, даже человек, который получает какую-то крупную сумму денег, она падает ему там на голову, поверьте мне, все равно этот человек будет откупаться, в том числе и в здоровье, да, странная погода у нас сегодня, очень-очень странная, поэтому смотрите, как бы, как вам выходит, я не могу рекомендовать вам вот какие-то вот такие вот вещи, что прям вообще можно делать все, что хочешь, и абсолютно никаких проблем, да, все должен делать профессиональный человек, он должен быть в своем роде очень-очень толковый, да, если вы обращаетесь ко мне, вы не можете у меня откупиться, ищите в своей, как бы, в своем месте, где вы живете, ищите там людей, которые смогут вам помочь, которым вы сможете заплатить, оплата за услуги эзотерика обязательно, научитесь это, детям своим расскажите, что если кто-то обращается к эзотерику, это бабушка какая-то, это кто-то чистит, это кто-то помогает, гадает, ну, гадание даже, почему на ютубе можно спокойно делать гадание без какого-то там, допустим, да, я не знаю, сайд-эффекта, что вы там, человек в ожидании, что вы заплатите, потому что, когда вы на ютубе, ютуб платит за ваши просмотры, то есть, вы просматриваете, канал, и вы таким образом оплачиваете, это реклама, которую вы смотрите, кстати, на канале, я хотела бы вас попросить, чтобы вы смотрели реально рекламу, не пропускали, потому что это очень сильно имеет большое значение для канала, я хочу вам сказать, что очень важный момент, это когда люди правильно откупаются, это настолько, это правило золотое просто, и когда вы видите какие-то чистки, какая-то помощь от эзотерика, это бестолковый эзотерик, который не соображает ничего об этом, это человек, который явно не маг, явно не практикующий человек, потому что это человек, который на себя берет, и он будет отплачивать своим здоровьем, своими деньгами, терять деньги, терять людей, терять, я не знаю, ну, во всем терять, вплоть до болезни родственников, поэтому, если вы занимаетесь, девочки, даже если вы эзотериковыми смотрите, если вы занимаетесь этим, вы не смотрите на мой возраст, что это холодно выгляжу, просто поверьте мне, поверьте мне, что просто так это не бывает бесплатно, у нас уже дождь идет, вся погода, вот вам, пожалуйста, перечень всех возможных вещей, не бывает бесплатных вещей этих, вы все равно будете платить, хотите сделать какие-то для зрителей бесплатные там чистки в интернете, не зная того, как это работает, вы очень сильно вредите себе, очень сильно, вы представить не можете, насколько, потому что вы не знаете, с какой чернухой к вам на канал или к вам в жизнь просто пришли люди, и что вы там будете им помогать, и какая там, там может быть некромагия, это кладбищенская магия, это там может быть магия на крови, это настолько все серьезные вещи, которые люди думают, что это вот так вот просто, сейчас я подниму, сейчас эти просмотры на ютубе, стану популярной, эта реклама вам, девочки, обойдется очень дорого, я вам честно скажу, поэтому никаких вот этих пробников не надо раздавать, если вы адекватны, если вы, тем более ко мне, да, такие вопросы, даже мне не спрашивайте, ничего без отпуска, отпуска, без откупа, такого вот серьезного делать нельзя, ничего, я могу сделать какой-то семинар по теме треугольников, как помочь своей семье, что можно сделать, можно дом немножко подчищать, да, и то, я убрала, у меня было, да, в доступе, как чистить свой дом, да, почему этого нет в доступе, потому что я боюсь даже, что люди могут неправильно откупиться, люди могут не откупиться, очень многие не знают этого, это знание, которых очень мало на земле осталось, белокнижные знания, не чернокнижные знания, которых полно тьма тьмущая, а белокнижные знания, которых, ну, вас никто этому не научит, это знаю я и еще пару человек, наверное, которые остались, поэтому не зря, не зря хороший эзотерик, это редкость, потому что надо знать столько, надо практиковать столько, надо быть посвященным в это, вас должны должен быть человек, который вас проведет в этот мир, должны быть специальные какие-то вещи, которые приводят вас к этому всему, специальные, может быть, даже какие-то, не просто самозванцы, какое-то общество, там, я не знаю, свидетели, там, такие-то, а реальные люди, которые сами практики, знатные практики, которые помогли очень многим, вы, если спросите меня, могу ли я всем помочь, нет, даже за плату я не всем могу помочь, почему, потому что есть люди, которые приходят на чистку, ну, после чистки, в принципе, всем помогаю, это правда, оно работает на всех, но если говорить о раскладе, я не всем могу помочь на раскладе, потому что есть люди, которые хотят все равно видеть то, что они хотят, вот почему я не веду свой канал, да, для американцев, я если бы и вела канал, допустим, да, для англоязычных людей, то я бы не практиковалась с ними, потому что они очень хотят, чтобы было по им, а жизнь в области эзотерики, она не соответствует этим ожиданиям, потому что по-твоему будет, если ты что-то сам создаешь, а если над тобой есть создатель, то ты ничего не можешь сделать в каких-то определенных ситуациях, опять-таки, есть какие-то вопросы частые по поводу того, что по поводу того, можно ли поменять свою судьбу, да, после расклада, это очень важный момент, я сейчас рассказываю, да, тоже, о которых не все эзотерики вообще соображают и знают, да, просто идут гадания какие-то штамповые, но нету знаний о том, как это вообще работает, я вам сейчас об этом расскажу, у человека есть две жизненных таких вот реальных возможных два варианта проигрыша событий по жизни, первый вариант, это вариант, когда у вас есть события, которые вы можете поменять, это события, которые называются, хоть они они могут быть судьбоносны, это не факт, что они не судьбоносны, но это события, которые реально поменять, которые можно с ними что-то сделать, да, можно как-то подстроить свою, сейчас минутку у нас будет расти чуть-чуть, рельсы, кстати, в Штатах очень многие думают, что в Штатах очень хорошие дороги, не везде, далеко не везде, я была в Нью-Джерси, там вообще отвратительные дороги, я там просто была удивлена этим дорогам, кстати, та часть, куда мы сейчас съехали, это, здесь тоже будет часть, участки плохой дороги, так что везде все одинаково, так что я хочу сказать вам, да, вернуться, есть два типа решения судьбы и развития событий, первое, вы можете что-то поменять, например, я вам говорю, вы можете встретить человека, за которого вы, возможно, выйдете замуж, почему возможно, потому что я за вас не могу выбрать, выйдете вы замуж за него или нет, и никто не может выбрать, то есть вот тут уже силками вас никто не затянет, если, конечно, черной магии не будет и человек вас не прям, знаете, приворожит и вы там выйдете замуж, это крайне редкий случай от мужчин, да, хотя бывают, бывает всякое, второй вариант, то есть то, что я могу сказать, вы долго проживете, первый вариант еще, вы долго проживете, например, вы говорите, ну и класс, взяли, встали там, я не знаю, на МКАДе, на шоссе, давай, посмотрим сейчас, что будет, да, или там, я не знаю, у нас тут есть Кэйти Фриуэй, в Хьюстоне, где, ну, в районе там типа 8-10 полос, по-моему, в одну сторону только, и вы такой встанете и пойдете так пешком по встречке, ну и посмотрите, что с вами будет, и тут никакой вам торолог не нагадает, что вы будете живы несмотря ни на что, у вас есть перспектива, это означает жить долго, но не факт, что вы долго проживете, понимаете, очень много зависит от вас, что вы будете делать, потому что если вы будете бухать, колоться и нюхать всю дорогу, извиняюсь, конечно, за такие жесткие примеры, да, это очень, очень некрасивые примеры, может быть, но это примеры понятные, да, четкие, поэтому если вы будете это делать, то понятно, что вы не проживете долго, если, иногда приходят расклады на детей посмотреть, видны возможные, да, потенциальные употребления, да, этих детей каких-то веществ, и видно, привяжется ребенок к этому или нет, какая у него степень, как бы, возможной привязки, да, к этому, по этому дьяволу, что там может быть, вот такие вопросы, это возможные опять условия, потому что каждый человек может много чего поменять, очень многое можно поменять, 95% событий вы можете поменять, и есть эти 5% событий, которые называются раковые, рок, от слова рок, судьба, которую нельзя поменять, и может даже не судьба, это может быть ваша семейная какая-то наследственность, то, что вы унаследовали, да, вместе со своими родителями, то, что папа гуляет, например, там, безбожно, на сыне отразиться, на его судьбе в любом случае, на дочке отразиться, 100%, да, то есть нету такого, что это вот так вот пройдет мимо, гуляешь там, обидел одну женщину, обидел двух женщин, и тебя две женщины ненавидят, какая энергия к тебе идет, к тебе идет негативная энергия, к твоему роду идет плохая энергия, ты все это передаешь по цепочке, то есть поэтому вот такая вот история, часто магия происходит в этих треугольниках, поэтому здесь много, много таких вот факторов очень-очень важных, знаете, о которых не стоит забывать, поэтому я вам хочу сказать, чтобы вы понимали себе, что в принципе по большому счету нету такого, что сделал что-то и безответственно прошло, вся ответственность на вас, вся ответственность на вас, есть, конечно, бывает такое, что люди приходят, говорят, Юля, что-то у меня по здоровью, только честно говорите, а я вижу, что человек, ну вот, видно, что еще пару лет возможно и все, потому что расклады бывают разные, вот этих вещей, если вы тоже эзотерики меня смотрят, не надо говорить, человек уже скоро умрет, это такая бредятина, у меня приходили женщины, которые говорят, Юля, мне там такое нагадали, жить не хочется, ну вот это, это гадалки, которым надо просто, знаете, отрезать руки или пальцы, или еще что-то, потому что это делать нельзя, вы портите жизнь человеку, вы на человеком просто издеваетесь, это такие глупые поступки, которые тоже не останутся незамеченными, вот здесь нас будет колбасить немножко, здесь дорога не самая качественная, вот, поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы понимали, как оно работает, да, что это все не бывает бесплатных каких-то плюшек, которые проходят вот так вот даром, да, и каждое ваше решение, каждый ваш поступок, думайте о нем очень хорошо, если вы там в семье, да, допустим, с человеком находитесь, у вас есть какое-то желание выйти из отношений, да, подумайте, надо ли это делать, да, потому что очень часто эзотерики делают так, что девочки говорят, мне бы там посоветовал эзотерик, что надо разводиться, женщина взяла, развела себя пять лет одна, вообще вот одна, поэтому, да, то есть это не то, что она там развелась, потому что у нее там кто-то появился, она просто ей посоветовала развестись, а люди тоже, поймите, что вы принимаете решение, не надо прям вот как-то так ударяться в это все, что кто-то за вас должен решать, то есть вы решаете, вы принимаете решение, да, что мне делать, частый вопрос на раскладах, что же мне делать в этой ситуации, я говорю, девочки, смотрите расклад, делайте выводы, как не надо делать, и тогда вы будете понимать, что вас, собственно, ожидает дальше. Вот такая вот у меня маленькая для вас история, да, по поводу того, как, что можно делать, что не надо делать, подумайте об этом, это очень важные, важные эзотерические моменты, я даже не знаю, как я назову это видео, конечно, потому что оно очень многогранное, такое, на много вопросов здесь есть ответы, но, я надеюсь, очень четко я донесла до вас информацию, я надеюсь, для вас эта информация была полезной, я хочу, чтобы вы понимали, что есть роковые события, их меньшинство в вашей судьбе будет, и очень важно от того, как вы воспринимаете этот мир, то есть вы настроены негативно, или вы настроены позитивно, да, тоже важно, ваш настрой, вы в позиции победителя живете, или вы в позиции проигравшего, ваш стакан наполовину полный, или он наполовину пустой, мне очень нравится этот пример, вы можете заметить уже, потому что именно конкретно, да, кстати, негативные эмоции, негативная энергия, это надо будет разбивать видео на две части, скорее всего, негативная энергия, как с ней работать, да, что с ней делать, негативная энергия, это сильнейшая энергия, это сильнейшее топливо, туда входит ревность, обида, несправедливость, туда входит ух ты, туда входят какие-то всевозможные, например, я не знаю, желание мести, да, вот эта вот жажда победы, отомстить, это вся негативная энергия, ее можно использовать правильно, как нею пользоваться, это можно будет сделать в отдельный семинар, это очень большая объемная тема, и хорошо бы, чтобы очень многие люди, которые не знают, как этим пользоваться, для себя, в пользу, в кайф, удовольствие, что на это можно построить, просто нереальные, колоссальные успехи, очень многие люди добились успеха с помощью вот таких вещей, да, используя, используя, да, вот это вот желание стать лучше, выстрелить, эти люди очень часто многого добиваются, это люди, которые либо по своему самочувствию знают, как использовать, по внутреннему ощущению, с хорошей интуицией, знают, как использовать эту энергию, либо это люди, которые обращаются к таким людям, как я, и ставят обряды, и мы занимаемся, я наставляю на какой-то путь, кстати, я подумываю о том, чтобы быть, возможно, может быть, мне рано об этом рассуждать, я не знаю еще, но я подумываю о духовном наставничестве, да, в группах, чтобы создавать какие-то группы, где люди будут выходить из вот этих вот состояний, где человек никак душа не успокоится, не найдет вот этот покой, да, то есть очень важный момент, поэтому я хочу вам сказать, чтобы вы понимали себе, что это очень-очень важные моменты на самом деле, вот, и понятно одно, что можно будет как-то подумать на этот счет, но пока что рано об этом говорить, но энергия рабочая, энергия, это очень сильный, это очень сильное топливо, даже в том числе негативное, вот, мои хорошие, в принципе, на этом у меня сегодня для вас все, я надеюсь, что вам это видео было полезно, и вы подчеркнули здесь очень важную информацию, если есть эзотерики, я очень надеюсь, что вы будете правильно исполнять свою работу, свой дар, будете правильно использовать для людей, а не против людей, потому что желание помочь не всегда у многих не всегда у некоторых получается помочь, то есть делайте так, чтобы вы не не жалели о своих поступках, о своей практике, вот так. на этом у меня сегодня все, я вас очень сильно обнимаю, очень приятно было сегодня для вас записать это видео, если вам понравился такой формат, дайте мне знать в комментариях и поставьте лайк, если этот формат для вас был не такой интересный, напишите что-то другое в комментариях, скажите, что бы вы хотели видеть, возможно, если стоит продолжать такие форматы, то давайте продолжать, мои хорошие, я вас обнимаю, целую всем, классного настроения, удовольствия от жизни, благословения от высших сил и увидимся в моих роликах, всего доброго, пока.